так ну что друзья началось время арбузов вот этих вот больших зеленых ягод а вы знаете что арбуз на самом деле ягода также как и огурец трава знаете об этом так что платон ты скажешь об этом арбузе он тяжелый во первых а во вторых зеленый да внутри какая есть загадка но сегодня был на футболе ему дари такую вот наклейку он сразу на лицо футболиста лучше иметь дочку у которой плохое поведение чем сына футболиста это точно так сейчас мама меня снимет с арбузом и вот купили мы арбуз 11 с лишним килограмм арбуза как выбирать арбуз в свое время я много бывал в краснодаре под краснодаром в адыгее на этих парчах в ростове на дону там все едят арбуз и во всей этой окрестностей кавказ северный что там мне сказали вот на самом деле мой опыт показывает личность что вот это вот корочка там говорят должна быть засохшая все это фигня арбуз должен быть сломким и гулким вот такой он должен издавать такой звук что еще немножко и он как будто не расколется конечно мы выбрали арбуз большой потому что любим нарезаться так что вот такие животы начинают и здесь начинает колоть я вот таким что примечательно с арбузом вообще можно сесть на прекрасную диету арбузную которая вас вычистит так как никакие венские воды все очень просто покупаете арбуз и кушаете его в течение пяти семи дней но не менее пяти когда хочется кушать только арбуз и больше ничего только арбуз я гарантирую что все ваши камни песок все что у вас есть даже если вы мясоед алкоголик и тому подобное вы вот этим самым замечательный арбуз если не верите можете посмотреть в интернете сейчас очень много описано арбузная диета сейчас самое время лето арбуз 5-7 дней только один арбуз выдержите почувствуете себя просто заново рожденным терророжденным ну что вам легко режем арбуз режем ну а ты что скажешь об арбузе ты любишь арбуз ну что да мы любим арбуз и много арбузов много арбузов да и шелковицу и шелковицу а что еще мы любим мы любим абрикосы да снимала мама мама поднимает еще все режем если вы будете хорошо да хорошо я обычно режу арбуза пополам если я один я вообще его его ложкой вычерпают это тоже меня научили на югах много характерное потрескивание не честно говоря не совсем характерная вполне вероятно ребята что он булки и может быть очень сладкий но посмотрим ну начало обещает быть неплохим а вы знаете о том что у меня здесь был в украине проект он назывался ковуны да и даже есть мини альбом выпущенный и несколько песен на украинском языке такой поп-рок мы тут делали с одним чуваком это был как бы промежуточный момент когда мне было нечего делать а настоящих ребят я еще не нашел вот Антона Иваныкина Мишу Новикова потом как-нибудь поставлю песню ковуне у нас была такая эмблема два таких ковуна смешных ковуны ну что пробуем так Батя первый и еще такой момент друзья по поводу того что говорят все овощи и фрукты сейчас подпитывают всякими гербицидами но вот что характерно арбуз все это в себя сбирает не в мякоть а тоже в корку как овощи если вы будете вырезать мякоть и оставлять это вот такой сантиметр этого вполне достаточно чтобы гербицидов как можно меньше у вас вошло но ка попробуем бинго бинго мы попали в точку мое чутье меня не подвело я будь из Эстонии но я еще раз говорю что много где бывал много чего видел много кого слушал поэтому арбуз просто замечательный не могу удержаться сейчас обожерусь и потом Ольга меня снимет пузом который у меня будет вот такой ну как друзья классный арбуз правда классный арбуз вот это самое приятное чувство когда ты выбираешь арбуз выбираешь большой и он оказывается реально сладкий года 4 наверное назад все арбузы были вообще не сладкие я не знаю откуда их привозили но они были не сладкие и мы их совершенно не ели 2 арбуза купили в начале 2 арбуза купили в конце сезона и что те были не сладкие что эти а этот сладкий когда мы ожидали Платона вы тут только арбузы на фитале почему благо он такой умный и почему мы такие до сих пор красивые арбузы это все арбузы друзья и ничто другое вот они вот они арбузы вот масштаб да вообще это просто прекрасно это просто фантастика я буду вгрызаться в арбуз это наша половинка вот это наша половинка вот ну что ты снимаешь я же объелся лежу с пузом ну я съел пол арбуза арбуз весил 11 килограммов он стоит с чем-то грамм не надо снимать не снимайте меня не показывайте потом ну что ну вот такой вот как я говорил здесь болит ходить не могу ничего не могу но не съесть меньше тоже не мог уже извиняюсь принеси еще я лежа буду есть а Платон столько съел что не успел на туалет забежать ночью не писается а тут отписался подкрадывается его за угла с таким виноватым лицом и показывает такой ноги в стороны идет типа вы смотрите я вот видите это сила арбуза это какое-то магическое действие арбуза от него не оторваться был такой анекдот Винни-Пух с Пятачком идут в лесу вдруг видят бочка с медом встанет Винни-Пух говорит Витачок сбегай скорее домой за ложками а я подсторожу Витачок прибегает бочка с медом пустая Винни-Пух лежит примерно такой же как я вот такой Витачок говорит Винни а где же мед а Винни-Пух уйди свинья мне все противно вот приятно в таком чувстве я сейчас лежу но это очень приятное чувство скоро я пойду в чистилище потому что арбуз будет выходить даже из ушей Рокон ребята сабо шоуны это лучшая музыка еле иду еле иду если вы помните картинку с самого начала было две части арбуза вот сейчас она одна причем меньшая арбуз весил 11 килограмм 740 грамм я сейчас посмотрел на чеки вот она видите вот эта урна она забита окрызками началась чистка арбузами пытка апельсинами продолжалась 3 часа помните фильм спортлата 82 через неделю буду как новый буду как юный персик стройный и свежий а следующую неделю ем только арбуз это лучшее что может быть летом для очищения организма плюньте в лицо вашему врачу диетологу или кому-то еще кто будет говорить что-то отличное от этого еще раз повторю в конце то что говорил вначале покупаете арбузы и как только захотелось кушать кушаете только арбуз можно еще немножко черного хлеба если вы держите 5 дней заново родиться если вы держите 7 дней то станете другим человеком ах я побежал побежал все-все-все арбуз выходит приг о о Пока!